Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 850. События дня. 1 Коринфянам 15.17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших за 13 апреля 2018 года. Владимир Г. Игнатий Тихонович, мир вам. Хорошее наставление. Спаси Христос. Когда мы беседовали про сынов Божьих, это потомки Сифа. Тогда начали призывать имя Господа. А не то, что ангелы ходили бы к женщинам. Игнатий Лапкин. В скобках. Ответ Юлии Долдневой. А когда с вами говорили, там еще ваш отец был. Такая хорошая связь была. Может где-то побыть и оттуда поговорить. Откладывать на завтра, значит не ожидать и не допускать перемен. Завтра может никогда не настать. Притча 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родить тот день. Ваша бессмертная душа в смертельной опасности. Этих адвентистов седьмого дня и свидетелей сторожовой башни я давным-давно, 55 лет, прослушиваю. Бред иеретический. Все на лжепророчествах и на лжи всемирной и на клевете против церкви Христовой основано. Они с 1841 года начали пророчествовать в кавычках. Но ни в одном лжепророчестве не раскаялись. У них нет благодати понимания и столкования священного писания. Матфея 22.29. И Иисус сказал им в ответ, Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божии. 2 Петра 1.20. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 2 Тимофея 3.13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. А Вальтер-то кто? А.С.Д. Адвентисты седьмого дня. Масонские выученики. Только в одном этом ролике он делает несколько десятков лжетолкований вопреки Святой Библии. Вместо творений святого Яна Златоуста люди будут хлебать иеретическую блевотину Вальтеров-адвентистов. Это масоны бриты и в галстуке. Псалом 11.3 стих. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного. Псалом 11.4 стих. Истребит Господь все уста льстивы. Язык величивый. Притча 26.28. Лживый язык ненавидит уязленных им. Ильстивых. Уязленных. Еще раз посмотри. Уязляемых им. Ильстивые уста готовят падение. 2 Петра 2.3. Из любостержания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их недременно. Льстивые. Как я встречают. Как наговорят. То я в Барнауле приезжал. Бутов здесь. Такая погода. А тут задыхаются. Жара такая. И таких людей я нигде не встречал. Лишь бы только человек пришел. А тут дома муж ее колотит. Пьяный. Она сразу же согласилась. То есть вот он правильно говорит. Разве не Иисус Христос дал полную характеристику тогдашнему иудейству? То есть она Юлия говорит. Он златоуст, златоуст, а он против иудеев был. Но я и показываю, какие они были. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала. И не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец, и отец лжи. То есть всякая ложь от дьявола. Определенно. И в данном месте Господь и говорит, отец дьявол. То есть какие тут чертов отродья, как сказали бы сегодня. Это дети дьявола. Если он отец, то они кто? Дети его. Это Божья характеристика. Не надо трепетать языком зря. Вот они-то и делают все, чтобы церковь Христову Невесту опорочить. Листецов, обманщиков, своих эмиссаров рассылают по всему миру. 2 Коринфянам 11 глава 13 по 15 стих. Ибо таковые лжи апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. 2 Коринфянам 11.3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Заботиться о том, чтобы нормально, голова-то осталась, не снесенная. Это все к евреям тут. Матфея 23.15. Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его с сыном Гиены вдвое худшим вас. Так, ну да, дальше. 1 Фессалоникийцам 2.16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Когда Христос пришел, то его избранное царство стало скотомогильником. Матфея 10.6. А идите наипачьи к погибшим овцам дома Израилева. Матфея 15.24. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Вот об этом их убийстве и говорил святой Иоанн Златоуст. У нас тут на занятиях пришли из его действия, мессианских, несколько человек. Уже приняли крещение в полное погружение на Илеонской Марии Магдалине. Он на занятиях и активные. У меня крестник, отец Наум Израилевич, в моем доме обратился и стал священником у патриарха Ильи II. Наталья Усатая. Христос воскрес. Не могу слушать этого священника. Знает ли он сам, что говорит? Отец Константин Пархоменко. Слушая его, можно прийти к такому выводу, что автор Библии не Бог, а человек. И слушатели его такие же глухие и слепые. Сергей Игнатов. Христос воскрес. Все, кто оказался в сообществе по изучению священного писания, организованного духовным чадом Игната Тихонова-Челапкина, Сергеем Пупковым, я уподобляю в большинстве своим пчелам, прилетевшим на цветочный нектар высшего качества, ответов которой другой пажите не ищут. Слава Богу, что даровал нам мудрого, строгого и по-отечески любящего своих духовных чад наставника во Христе. Береги его, Господи, от всякого рода соблазнов, искушений, наветов и даруй ему благодать Святого Духа для совершения богоугодных дел. Аминь. Наталья Усатая. Синодального перевода, а то он, как насчет расчет перевода Библии, особенно послания апостола Павла, так и хочется кричать. Пираты захватили корабль. Берегитесь волков в овечьей шкурах. Это к Пархоминку говорит. Идет по городу, снимает, крутит камерам, какие храмы, какая высота, 46 метров, а вот этот я не знаю, там то ли 7, то ли 48, забота какая, высота. Ник Склеренко. Закон есть путеводитель ко Христу, а не болтовня неутвержденного и ненаученного язычника. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, не войдете в Царство Небесное. Если хотите учиться по плоти, то лучше Торы и Миндраша нет. Думаете, Раф может пролить свет на основы Господнего учения. Но помните, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Ксения Юрова. Именно Библию я читаю, и именно синодальный перевод. Другой никогда не имела и не имею. Читаю книги Игнатья Тихоновича. Его материалы на сайте и форуме. Смотрю его ролики. Не встречаться... Где встречаться-то? Я говорю, не встречаться. А тут ему хоть щет отзял. Где есть щет? Ну где бух вообще? Нету. То есть придумаешь. Не встречаться. Я два года назад с трудами Игнатия Тихоновича продолжала бы бороздить просторы вселенной человеческих вымыслов. Кстати, персона отца Константина довольно авторитетна. Среди неофитов, молодежи, людей, живущих в столицах. Так называемая интеллигенция. Так называемая интеллигенция. Поэтому масштаб распространения научения отца очень велик. Известный сайт Азбука Веры Азбука.ру имеет прямое отношение к нему. Отец Константин является редактором сайта. До их создания его имеет самое непосредственное отношение. Сайт Азбука Веры отца Константина Пархоменко. Поэтому-то мое внимание привлек этот священник довольно давно. Не как пример и источник научения, а как опасность, которая замаскирована вольно или невольно под благочестие, благовестие и проповедь. Ник Склеренко. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие Атьяна 12.48 Ксения Юрова Простите, к чему я грешу? Ей, мух. К чему я грешу? Поясните, пожалуйста. И в чем вы меня обвиняли, решив, что я оправдываюсь? Низ Клеренко Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Тот ролик, Папа, который стал для вас откровением, я посмотрел и ничего, кроме тьмы и путаницы, не увидел. Потом вы написали что-то, как бы в оправдании. Если не так понял, то простите, но утверждение не отменяю. Подождите, подождите, вы отца Константина, как вы говорите, как вы боготворите, или наоборот, я не понял. Ксения Юрова, пожалуйста, прочитайте мой комментарий про откровение, в кавычках, внимательно. Особое внимание нужно обратить на кавычки. Это переносное значение. Подождите, вы отца Константина, как вы боготворите, или наоборот, я не понял. Низ Клеренко, теперь я это понял, перечитал, но не понял одного только. Объясню. Разве не слышали? Ефесянов 4,29. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Елена. Ксения предупреждает нас про этого батюшку, а Николай покатил бочку на нее. Его даже батюшкой назвать можно с натягом. Маталаза вам, Пархоменко. Так. Склеренко пишет, так, я понял. Это был отрицательный пример. Пример, да. Опасность. Ксения, все мы тут званы господом. Не потому, что должны, не потому, что так надо, или кто-то заставил, но по зову сердца откликнувшегося на зов Господень. Правда? Валентина Сортисон. Христос воскрес. На истину воскрес. Ксения, простите, я вначале поняла так же, как и Ник Склеренко и была в глубоком недоумении. Вот что значит читать невнимательно написанное. Слава Богу, все прояснилось. Если бы Ник не заострил внимание, так бы и осталось в недоумении. Спаси Христос. Как же хорошо, что мы введены мысли и вовремя замечаем ошибки друг друга. Сергей Игнатов. Христос воскрес. У каждого человека есть сильные стороны, которые вызывают уважение, но есть и слабые, как ложка дегтя в бочке меда, которые делают негодным весь мед. Вот взять, например, учителя церкви Оригена, который допустил в одном вопросе неправильное понимание священного писания, и святые отцы вселенских соборов отвергли его ложное учение. Кажется, о перевоплощении души, о все положительное и правильное, чему он учил, никто не анализирует и не распространяет. Поэтому, обличая, пусть даже заочно, заблуждение того или иного человека, не будем выплескивать ребенка в кавычках из корыта вместе мутной эритической водой. Помню свое первое знакомство с ушедшими из православной церкви в секту Кузерина, который писал со ссылкой на Библию глубоко содержательные статьи. Но отрицание им благодати РПЦ и непринятие толкования учителей церкви на священное писание стало той пресловутой ложкой дегтя в написанных им трудах. Будем же отмечать хорошее в трудах, поступках и словах людей, но и обличать заблуждение и грех. И еще к Николаю Склиренко обращаюсь пиши русскими буквами если клавиатура позволяет, а то иностранный шрифт отталкит русского читателя. Храни вас Бог. Аминь. Низ Склиренко Ксения дорогая простите но недоумение вызывает зачем такое постить ведь чудо это там где Господнюю рука видна пусть всякое слово будет назиданию а то эти все примеры дурости только дух умоляют вызывает отчаяние негодование злобы в конце концов а помните омщение Господу Ксения Юрова простите меня братья и сестры буду стараться яснее излагать свои мысли и избегать недоразумений стыдно виновата спаси Христос за вразумление Елена надо просто внимательно читать всем я сразу поняла и кавычки в этом помогли Сергей Игнатов и еще к Николаю с клиенткой обращаюсь пиши русскими буквами если клавиатура позволяет а то иностранный шрифт отталкивает русского читателя храни вас Бог аминь есть определение есть определенные трудности с набором русским шрифтом извините а по поводу замечательной относительно ложки дегтя есть противоречия вы говорите что нужно признавать каноническую церковь а потом говорить что нужно оспорить решение выбросить на свалку преданных отлучений людей и мол можно на свалке покопаться и полезно вытащить в какой-то части из выброшенного если доверяете решению церкви то не копайтесь в отходах на свалке гиене а то еще отраву какую-то для души вытащите ведь в таком копании на свалке вы полагаетесь только на свое собственное рассмотрение Владимир Овлак мир вам Игнать Тихонович я бывший сектант 50-ник благодаря вашим трудам начал узнавать о православии но вчера зашел в свое бывшее собрание разговор шел о Пасхе освящения куличей служитель говорил что это идол жертвенное и то что несут на кладбище яйца куличи тоже идол жертвенное у меня не нашлось аргументов по слову Божию и по толкованию так как слаб еще в православии чтобы что бы вы им ответили задаю вам вопрос потому что много работаете с сектантами и ваш труд приносит плоды спаси Христос Игнатий Лапкин если приносит идол жертвенное то кому и кто идол вы могли бы ответить с юмором и так если бы я был как прежде ревностный сектант иеретик мнящий себя быть христианином то принес бы вам яйца и куличи вам лже служителям почитаю вас за истинных пастой как идолов которых называл когда-то пасторами не пасторами дальше им и не нужно ничего объяснять если нет идола то нет идола жертвенного Валентина Сортисон хорошо и понятно объясняет Олег Стеняев о новом ветхом завете очень люблю слушать его Иисус говорит исследуйте писания ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне Иоанна 5.39 о каких писаниях идет речь конечно же о ветхом завете ибо в это время еще не было написано ни Евангелий ни посланий ветхий завет это и есть Библия Иисуса Христа и апостолов о чем и говорит Стеняев Игорь здравствуйте Игнать Тихонович я недавно стал смотреть ваше видео с уважением отношусь к вашим трудам пред Богом сам я христианин протестантского направления хотелось бы спросить смотрели ли вы на ютубе все видео с Романом Витом мое мнение что это правда жизнь в нашей стране все хуже вот-вот в электронное рабство загонят как скот на убой написать решил после вашего видео про масонов хотелось бы услышать ваше мнение или выложить по этому поводу новый видеоролик с уважением и брат к любовью Игорь на эту тему у нас так много уже сказано ничего добавлять не буду меня уже упрекают об этом говорили считаем опять говорили смотрите внимательно в нашем материале говорится что значит масоны тем более у нас я 14 лет занимался этой темой выпускал материалы при советской власти 70-х годах еще Ксения Ю дорогой Игнатий Тихонович досматриваю этот ролик как долго я ждала этот Юлин звонок вам после последнего вашего общения было понятно что происходит что-то неладно в ее семье в ней самой и вот сегодня такое мне очень жаль Юрию ее семью то что общение по скайпу состоялось это промысел Божий это рука помощи Господа край риза его и Юле надо намертво хвататься и держаться если не услышит не поймет то беда Юрий Соболев Христос воскрес мир вам Игнать Тихонович посмотрел ролик Иеремия 3.8 и я видел что когда за все прелюбодейные действия отступницы название ролика такое я взял от 12.04.2012 года да учиться и учиться у вас не так давно прочел комментарии какому-то ролику кажется какому-то ролику Сергея Козлова вашей собеседнице и отшатнулся и отшатнулся не может быть чтобы она писала это писала она да сохранит нас Христос в своей церкви очень и очень скорбно от таких случаев 1.10.19 но вот то что заставило в зобу дыхания стать спертым в зобу в зобу дыхания стать спертым это басни Крылова это ваш миссионерский уровень я даже не знал и не слышал таких ясных открытых и последовательных аргументов по священному писанию вот это да аналогия мирская конечно но все же любимый сюжет американских фильмов основной спецназовец офицер агент профессионал по исключительному случаю возвращает к своему делу и дает всем жару но здесь не кино и уровень духовный отчего впечатление сильнейшее смешанное гамма чувств и изумление и славословие Богу и покорное смирение перед его мудростью и силой слава Христу поклон вам Игнает Тихонович а о чем он говорит в этом ролике который с Юлей беседую весь ролик там же название ролика вот он говорит какой ролик вот видел какой посмотрел ролик вот он как называется видел я а вот это что за число а какого числа нет там 12-го года написано 12-го конечно ну за ошибку может быть 12-го 18-го ну ладно это он перепечатал может быть дальше СИАТ Игнать Тихонович вы писали наверное про жену если конечно я не ошибаюсь ну о том как мальчик там своровал пирожок и как мне пришлось это лошадок этих увозить дело в том что она у меня работает в блок школьного питания поваром готовят детсадом школам и раньше у меня с ней был разговор чтоб она кроме заработной платы ничего не приносила я имею ввиду продукты которые остаются и они вот делили на всех я объяснил что это грех воровство но тут как всегда встревала моя мама и они вдвоем накидывались на меня мол что разве можно на твою разве можно на твою такую зарплату на твою зарплату радуйся что она у тебя повар да ты мол сектант мысли таки взял в голову их нельзя было переспросить переспорить помолившись попросив у господа меня как будто услышало ее начальство я не приняв меры и взяв свои руки больше половины уволились 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 я то я то что не могу сказать по этой причине или нет жена перестала приносить а сейчас замечает что что-то понемногу христос воскрес что что-то понемногу появляется в холодильнике на что она отвечает что мол в магазине приобретая не знаю насколько правда ну исследовать не надо эта книга Тавит написана и Гненко подарили он блеет я говорю где взяли это отнесите да это дали ей за работу ну это разговор был она говорит ну вот твоя вся молитва пристал тут и как-то я говорил жене что мол плачу за них тоже десятину она правда понимает или нет нет сколько это не знаю понимает или нет и сколько она не спрашивает это не знаю но и я не настаиваю вот что мне на ум пришло после того что мне написали и женой я пока не разговаривал она в эту неделю в ночь я утром хожу она приходит под утро спит а с работой при обещании ее не бывает она уходит пока с ней не говорил сегодня и завтра у нее выходной Роман Фроликов иногда говорят что люди бывают пузатые жирные от нарушения обмен веществ священника Данила Сысоева спросили о пузатых попах он ответил что это от того что священники подолгу не кушают днем из-за занятости и наедаются на ночь это правда или ложное оправдание тогда все мусульмане были бы пузатые едят только ночью Игнатий Лапкин ложное оправдание пузатых вепрей четыре причины жирных свиней первое обжорство самое прозаическое второе лень матушка лишнего шага не сделают третье много спанье и днем еще прихватывают четвертое безразличие беспечность все им тринт трава наша хата с краю Иуда 1.12 без страха уточняет себя это безводные облака носимые ветром осенние деревья бесплодные дважды умершие исторнутые тринадцатый свирепые морские волны пенищиеся с ромотами своими звезды блуждающие которым бледется мрак тьмы навеки 1.11 ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу так что иной бывает голоден а иной упивается 1.5 итак не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться псалом 72.7 выкатились от жира глаза их бродят помыслы в сердце над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят свысока поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашую и говорят как узнает бог и есть ли введение у вышнего притча 1.32 потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их исайя 32.9 женщины беспечные встаньте послушайте голоса моего дочери беззаботные преклоните слух к моим словам ивов 20 глава 21 стих ничего не спаслось от обжорства его зато не устоит счастья его то есть опузатых этих прожорливых написано все добудет во славу Господа Бога нашего Иисуса Христа 1 Тимофея 3.16 и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан народах принят веру в мире вознесся во славе ну что вот он Бог он не Бог тут уже такое отступники говорят С.А Игнать Тихонович С мамой у меня не ладится Уже дошло что гневаясь проронила что мол пусть будет проклят тот день когда родила тебя Игнатий Лапкин Притчи 26.2 Как воробей спорхнет как ласточка улетит так незаслуженное проклятие не сбудется 2.Царств 16.12 Может быть Господь призрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешние его засловия 2.Законие 23.5 Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклять его в благословение тебе ибо Господь Бог твой любит тебя Число 23.8 Как прокляну я Бог не проклинает его Как изреку зло Господь не изрекает на него зла Псалом 108.28 Они проклинает а ты благослови Они восстают но да будут посты жены Раб же твой да возрадуется Евтушенко Сергей Мир вам Игнатий Тихонович На видео что вы сегодня опубликовали Юлия Долбнева Я только для себя спрашиваю Игнатий Лапкин Да Евтушенко Сергей Крепко ее лукаво долбанул Долбнева фамилия Ну да Помолиться за нее можно будет Как думаете Не в осуждение будет Игнатий Лапкин Можно и нужно Евтушенко Сергей Спаси Христос Помолюсь Наталья Усатая Христос воскрес Отец Игнатий Тихонович Просмотрел ролик Так и ахнуло Человек который смотрит и наблюдая за чужими грехами а своих не замечает то очень быстро отпадает от истинной церкви Кому церковь не мать тому и Бог не отец Не увидела в Юле ни истинного покаяния осознания своих грехов ни рождения свыше уже не говорю о путеводителе Духа Святого Если бы Юля хотя бы за год прочитала весь первый том ваш четверо Евангелия с толкованием то это был бы совершенно другой человек Вот так большинство женщин избегает скорбей из своего креста и не могут отвергнуть свое Я попадает к сектантам Так ушла моя тетя к свидетелям сторожевой башни и дочь свою потянула за собой Стали настолько мертвы невозможно побеседовать больше восьми минут не могут слушать Заблудилась Юлия очень далеко Если сама не осознает и не поймет истины а она уже отвергает не дает словам вам где слова буквам то где нет слова вам и прерывает то и Бог ей не поможет Вот она женская самость и свое собственное мнение чего достигает погибели души своей и детей Спаси Христос вас мой любимый дорогой ценный отец Игнатий и вашу общину и всех которые нашли истину в церкви Христовой Вот у нас была такая Лена Козлова точно так же муж что-то там закрутился а все я не буду с ним жить и тут же замуж выскочила при живом муже ну а дальше говорит сразу не стала ходить и как будто и никогда не было похожая даже на нее чем-то Игнатий Лапкин Вот это все и перенеси под роликом в комментарий Усатая Интернет у меня как две недели очень плохой но кое-как прослушаю в понедельник придет техник и все сделает Виктор Гросс Изменено нецензурное Забавно когда Забавно когда епископы священники преподаватели духовных академий учат людей против канонов нарушают все что только можно делают по смещищам РПЦ а сами нападают при этом на простого мирянина который трясется над каждым человеком который из-за поповского беспредела теряет веру в РПЦ и идет в сектанты при этом Игнатий Лапкин снова отправляет обратившийся назад РПЦ ибо только в церкви спасения они указывают на нарушения которые берут из своих же вымыслов кривых нарезок видео вырванных из контекста цитат и откровенного вранья когда им тычешь в их лож они затыкают глаза и говорят а я и не знал может быть и так так если ты не знал то зачем ты лжешь ты же священник у современной молодежи 99% поп вызывает только смех мерседесы требуй и платное крещение а если что иди причащаться может поможет если убил кого 40 дней Акафис читай наверное тоже Лапкин виноват люди сожженные совестью по плодам их узнаете их их плод это беззаконие попрание всего что оставили святые божьи человеки и миллионы брошенных людей умерших в полном язычестве и блуде чудовище завистливые Евгений Трапко по опыту говорю вам Юрия я проходил уже этот сектантский путь это путь в тупик было время на протяжении пяти лет никуда не ходил был как и вы противником деноминаций баптистов пятидесятников адвентистов харизматов шатался сколько и прочих всех считал деноминациями и за это не хотел идти к ним идти так как понимал церковь одна но православие для меня было закрыто тогда я еще был знаком еще не был знаком с Игнаем Тихоновичем как интересно вот буквы выползают вдруг раз иногда смотрел православные каналы такие как союз спас но православие мне не открывалось через эти ресурсы посмотрел и выключил но благодаря Игнатию Тихоновичу православие открылось мне во всей полноте полнота внутренняя запомнились мне слова священника обращенного через Игнать Тихоновича его зовут Геннадий Фаст думаю вы с ним знакомы через интернет ресурсы а может и в живую Геннадий Фаст пришел тоже из сектантов и выразил такие слова как он был в Минонидстве ветвь протестантизма близкая к баптизму то ощущал себя что плавал в маленьком озере а когда Игнать Тихонович открыл ему истинную православную церковь то он словно попал в океан это я тоже могу сказать о себе там в сектанстве я как бы плавал в маленьком озере знаю одну Библию но не знаю совершенно труды их святых отцов их толкование священного писания после апостольских деяний церковь не умерла в ожидании реформации 16 века но церковь продолжала жить и оставила нам свои письмена записанные святыми отцами которые растолковывают нам истинное понимание Библии и дают нам живую историю церкви после апостольских времен это и есть тот духовный океан который думаю имел ввиду Геннадий Фаст Юрия вы не представляете сколько я переслушал сектанских проповедников сколько эритической блевотины пришлось переживать изрыгнуть из себя изрыгнуть из себя я закачивал непременно этих сектанских проповедников и слушал и слушал и слушал часами пачками покупал книги на собраниях и все перечитывал от корки до корки я искал истину но церковь истина была закрыта для меня никого из святых отцов я тогда еще не знал только слышал что есть где-то Иоанн Златовуст и он говорит против иудеев если бы мне от начала было открыто православие и святоотеческий путь святых отцов указывающий нам библейский путь спасения во Христе Иисусе я ни на минуту бы не оставался бы в сектанстве часы а за ними годы переслушанных аудиозаписей за ними пачки сектанских книг принесли ли мне духовную пользу указали ли путь спасения вы ссылаетесь на Вальтера Вайса я тоже слушал его лекции как же мне все это знакомо вы говорите в беседе что ваш путь похож на путь Александра Адрусенко пусть Александр Адрусенко поживет еще 5-7 лет он только начал этот сектантский путь может быть через лет 7 поймет что путь который он избрал это путь в никуда полный тупик тьма кромешная может быть в этой тьме кромешной он ударится лбом о какую-нибудь эритическую стену и через сильное падение вниз головой поймет что путь который он избрал это путь эритиков и сектантов насколько мне известно Александр Адрусенко из разговора с ним уже не признает авторитет Яна Златоуста и ставит под сомнение достоверность написанных его творений якобы могли переписать его труды и что-то изменить да вы правы Юлия если смотреть на все внешнее можно легко отпасть от православия оскудение благочестия и благодати в сердцах православных присутствует в их аморальном образе жизни среди многих называющих себя православными но почему вам так не открылся океан духовной мысли ко спасению и ко всякому благочестию и победы над полчищем ада так как это открылось Геннадию Фасту и мне может вы постоянно держались только за внешнее так и не заглянув во внутреннее сокровище православия знаете я живу на данный день на берегу Средиземного моря море это очень бушующее и когда только заходишь по колено то вода от пенистых волн очень грязная смешанная с песком в такой воде явно купаться не будешь но когда зайдешь в воду дальше и уже плеч не будет видно там отрываются чистые воды и волны уже не пенятся и не разбиваются о берег но доставляет большую приятность покачивать тебя на волнах идите дальше вглубь православия хватит омывать свои ноги грязной водой смешанной песком возле берега море среди православных людей не желающих подлинно жить благочестивой христианской жизнью там в глубоких водах православия вы услышите голос Иоанна Златоуста и многих других святых отцов показывающих путь спасения и подлинное понимание Святой Библии там же вы уразумеете понимание что есть истинная православная церковь Райхан Загайдулина Юлия Долгнева Юлечка не спрыгивайте с ковчега не ищите ошибок будьте сами с Богом ведь мы каждый за себя ответим от многоумия и гордости все развалится лапки не зря православие держится не оставайтесь одна с Иисусом Христом но с братьями и сестрами жалко 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 это как Юлия Долгнева Райхана Загедулина это не ковчег а титаник участь которого всем известна я принимаю святых но слава Бога не отдам никому это она не сама говорит это она все оттуда нахлебалась этой левотиной ну и теперь кто строил ковчег то божий а что ты к человеческому применяешь то когда сделали который главный строитель инженер сказал теперь сам Бог не потопит наш корабль то он пошел ко дну это противники враги божии она свободно это ляпнула и дальше уже не думает как так да разве это ковчег можно сравнить с этим с титаником Константин Герасимов и я говорю тебе ты Петр и на семь камней я создам церковь мою и врата ада не одолеет ее Матфея 16 18 если Господь говорит что не одолеет врата ада то какой это титаник да я я говорит Господь ты какой титаник сразу понятно что она не понимает бабьи мумом сейчас ничего нет сейчас она как будто ослица говорит на холме поразует ищет быка и обязательно будет то есть она еще не понимает вот одежу как платок на ней все все говорит о том она находится в страшной опасности Юрия Долбнева Константин Герасимов а инквизиция и гонение разве не побеждала святых наша война против духов зла вот они уже побеждены Иисусом и нами по мере возрастания у Христи и преображения в его характер религия вера разные понятия то есть как только отвергло двери как будто выломал кто-то и теперь весь этот мутный поток в душу хлынул все ни из златоуста никого не понимают как победили их человек непобежденный он с Богом он не отрекся Господь все создал из-за двух причин для своей славы и из-за жажды дарить любовь но это сектанты везде говорят и говорят даже правильно но ты какое открытие это сделало если мы его славу распыляем то это смертельная ошибка такая же как если не умеем любить людей ник Склеренко на сайте пишут что 500 деталей точно такие какие-то на фото совсем понятно также пишут что источник проблемы это сгнившая изнутри русская нация что в принципе так и есть Юлия Суботина не надо про всех говорить Евтушенко Сергей на каком сайте почему мы должны этому верить мало того там еще нецензурная брань Юлия Суботина я тоже наслышалась про зимнюю вишню переживала сильно пока мне дождь не сказала не верь тому что пишет он эти это все фейк пустота что дети сгорели сколько там тысячи и прочее там людей столько даже не было но врут Галина Влейска Христос воскрес мир вам сильный ролик с Юлией вот ведь как обида у человеков и куда заводит и от кого отводит вот это вот тоже обида там не так сказали муж не так священник все везде и все рухнуло сразу беда а слово говорит нам чтобы мы все радовались и веселились непрестанно молились и за все благодарили Бога какие одинаково печальные постулаты у Юлии с Александром Андрусенко как будто один и тот же человек изрекает слово в слово да из одной параши хлебает из одной и причина то тоже похожая обида точно так же обиделся господи помилуй поделюсь из своей прошлой переписки с архимандритом Мефодием Морозовым написала ему для сбережения места в письме ну то есть не писать русская православная церковь как всегда ну целая строчка да РПЦ все понятно а батюшка мне ответил так что ж ты Галинушка неприветливо и неласково церковь мать нашу обозвал РПЦ как КПСС какой то уровень то какой у священника уровень то как КПСС так вы его назвали РПЦ а КПСС ему РПЦ а это КПСС по созвучию или ВЦ всемирная церковь до сих пор стыдно каюсь из православия только в православие спаси Христос из Сибири Паши повелокли в Сибирь как поэт Владимир Высоцкий Игнатий Лапкин сокращено везде не сокращено ну где два Н стоит уже не сокращено а сокращенно а сокращенно везде и всегда писали так что тут вы ничего не изобразили вопреки истины думаю что у этого батюшки немало и других закорючек проявится и жизнь будет ох и даже вовсе невозможно будет въедаться и вгрызаться в тебя за каждую буковку если приедете сюда до 1530 то сможем попасть на фото выставку в городе про Попотеряевку имейте это ввиду адрес проспект космонавтов 6г 4 этаж Галина Влеська выезжаем в четвертом с кузни в 7 на 0 сейчас они уже в пути дай бог планирую быть на ползуновом в 13 на 0 прошу молиться о нас путешествующих до до фото выставок хотим посетить спаси Христос за любовь так что все приготовь чтобы у тебя все было готово поели на машине мы поехали Ирина К Христос воскрес где в писании у святых отцов можно прочитать про запрет косметики макияжа о как Игнатий Лапкин Исайя 3.16 И сказал Господь за то что дочери Сиона надменны и ходят подняв шею и обращая взорами и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах вот как будто подиум где одежды какие-то рекламируют а горит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их вот так то есть ничего не будет будет голая а сейчас придумали были трусы или что-то а сейчас только ниточка одна в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки серьги и ожерелья и опахала у вясла и запястья и пояса и сосуды с духами сосудцы а сосудцы с духами и привески волшебные персни и кольца в носу верхнюю одежду и нижнюю и платки и кошельки светлые тонкие и пачи и панчи и повязки и покрывала и будет вместо благовония зловония и вместо пояса будет веревка и вместо завитых волос плеш и вместо широкой и панчи узкое вречище вместо красоты клеймо всегда сделают так обязательно чтобы прядка волос висела здесь как в пейсе и закрутить чтобы оно было ну все стандартное такое святой Иоанн Златоуст если Бог не дал тебе красоты на полтинник красоты запятая ты как-то знаки вообще не видишь нехорошо если Бог не дал тебе красоты на полтинник да где на полтинник то на полтинник полобола ты ее не купишь если Бог не дал красоты то на полтинник ты не купишь на полтинник полобола ты ее не купишь я поясняю полобола у них не рубль а обол Ефрем Сирин Женщина красится для того, чтобы завлечь чужого самца Никита Колесников Мир вам, Игнат Тихонович Я Володе передал флешку В ней две папки 7 и 10 том проповеди Виталий Калиников попросил меня взять на меня И его 7 том Поскольку ему нет времени Он должен работать да поесть Для поесть, для еды В таком случае я, даст Бог, завершу его 7 том А потом продолжу свой 10 И еще в 7 томе после 24 идет сразу 26 проповедь Опечатка Но я именую, как написано в книге Когда читаешь неправильно, ты неправильно и понимаешь Вот что зачем Почему ко мне приехал, когда Алеша Речкунов Я гляжу со слезами Я только-только начал начитывать первое Новое Завет Я и считал неправильно А неправильно, значит, оно его не касалось За этим кроется А неправильно поступает И считай, неправильно понимаешь Неправильно понимает И неправильно исполняешь Неправильно исполняешь Ты погибаешь Вот Глатаус как выстраивает Ну, что ж столько ошибок Буквы прям на глазах Крупные Молиться надо об этом Евгений Требко Послушал всю беседу Очень жаль, что такая молодая А уже развелась с мужем Явно не было совместной молитвы с мужем Поэтому дьявол вторгся в вашу семью И поколебал ее до основания Да он виноват очень сильно Степан его звать Священник что говорил Он это давил Она готовилась к крещению Они все размолотили Это они ее довели до этого А тут Я уже не знаю Но мне кажется Она уже познакомилась с кем-то С адвентистами Которые Ее доказали А теперь она Должна доказывать Что она верна И все Готовая невеста уже Теперь для нее преград нету А всякий кто слушает Сие слова мои И не исполняет их Уподобится человеку безрассудному Который построил дом свой на песке И пошел дождь И развелись реки И подули ветры И налегли на дом тот И он упал И было падение его великое Потому что христианская душа упала Говорит Заталис Вот почему великая От Матфея 7 глава Игнат Тихонович Правильно говорит Или верните мужа Или оставайтесь Одна до конца Своей жизни Ну так как вы Миловидная взору Мужских глаз Мужчину будет вам легко найти Где нибудь у сектантов Или верните мужа Или идите в монашество В монастырях Всегда нужны Любящие бога монахини Почему вам говорю Если не вернетесь К брачным узам Со своим мужем То идите в монашество Почему говорю А вот потому Потому что в миру вам Такой миловидной Будет сложно удержаться одной Мужчины будут Предлагать вам Свою дружбу К брачным узам Из вашей Из-за вашей Из-за вашей Да Миловидности А в монастырских стенах Не будет соприкосновения С мужчинами Но лучше верните мужа Если не находите в себе Силы до конца жизни Оставаться одной Возьми олимпиада С которой Затус переписывается Мать Яна Златоуста Она одна осталась И ни под каким видом Ее не могли выдать Нигде замуж И многие сектанты Не гнушаются Вторыми браками И третьими браками Это знаю Потому что сам был В сектанстве Да и православные Не гнушаются И вторыми И третьими браками Нет им извинения За то, что Носят имя православное И ведут Такой срамной Образ жизни Но бич Божий Готов размолотить их В огнями ярости Если не покаяться Абсолютно правильно Ксения Юрова Дорогой Игнать Тихонович Досматриваю этот ролик Это было уже Да Да Ну вот это что там Мне очень жаль Юли И ее семью То, что общение по скайпу Состоялось Это промысел Божий Это рука помощи Господа Край риза его И Юлий надо намертво Хвататься и держаться Если не услышит Не поймет То беда То есть беда То есть она выскочит За какого-нибудь Тамошнего Ну и все Тогда спрашивать будет нечего Просто Охоти Сергей парализованный Не переживайте Игнать Тихонович Мы вместе И нас много Анастасия Галатам Шестая Братья Если и впадет человек В какое согрешение Вы духовно исправляйте Такого В духе кротости Наблюдая каждый за собой Чтобы не быть искушенным Кому речь К духовным Вы духовные Кто же эти духовные По апостолу Из предыдущей речи Все христиане духовны Ибо Ибо Прияли Духа благодати И служат Богу Духом И истинною В противоположность Тихийному служению Иудеев И язычников Следовательно Апостол хочет Чтобы все Исправляли всех Но это Ни в каком Отчестве Не бывает Невозможно Ожидать Чтоб из уст Апостола Павла Изошло Такое Правило Возьмем Другой Оборот Христиане Все Прияли Духа И должны Быть Истинно Духовны Но Как проявление Духа В силе Открывается Не вдруг А требует Известного Труда А следовательно И времени То естественно Что между христианами Не все Были таковы Которых Духовность Была Явно И в силе И которых Собственно Следует Называть Духовными Итак Не этих Ли совершенящих Разумеет Апостол Поставь Всяки Себя На это Место И реши Решился Ли бы Кто взять На себя Дело Исправление Других Когда Это Не поручено Надо Полагать Нет Итак Вероятнее Что Святой Павел Под духовную Разумеет Здесь Не теле Здесь Телица Которого Разумеет Телица Да Которого Он поручил Смотреть За другими Телица Будто Бо Телка Какая За другими И блестись Среди Верующих И веру И жизнь По вере Они Конечно Были Совершеннейшие Между Всеми Но Долг Исправлять Падающих Лежал На них Не ради Их Совершенства А ради Апостольского Избрания На это Дело Сопровождающегося У святого Павла Обычное Рукоположение Из Многих Дел Лежащих На таких Лицах Апостол Останавливается На одном Как они Должны Относиться К Падающим Этого Требовали Обстоятельства Галатских Церквей И Может быть Ошибки Самых Сих Лиц С Какой Нежностью Относится Святой Павел К Падающим Возможны Ичашские Падения Но он Наперед Уже Располагается Снисхождению И к ним Называя Все падения Случайными Поскользновениями Не от злого Намерения Исходящими А от увлечения И насилия Стороннего То есть Или греха Живущего в нас Или врага Нашего спасения Такими глазами Учит апостол Смотреть На Прегрешения Других Чтоб Не упредило Возбудиться Немилостивое Неразумная Ревность А напротив Сретил И обнял Падшего Дух Снисхождение Сострадание Любви Когда это Есть Тогда легко Выполнить Заповедь Апостола Исправляйте Такового Духом Кротости Не говорит Внимание Не обращайте Как будто Тот ничего Не сделал Не сказал Опять Наказывайте Или осуждайте Но Исправляйте Феофан Затворник Кавычки Открыты Носите Бремена Друг друга И таким образом Исполните Закон Христов Вот апостол Павел Теперь говорит Уже другой Кавычки Открыты Носите Бремена Друг друга Так как Невозможно Будучи Человеком Быть Свободным От Недостатков То апостол Убеждает Не быть Строгими Судьями Погрешности Других Но Терпеливо Сносить Недостатки Ближних Чтобы И другие Сносили Собственные Недостатки Как При Постройке Здания Не все Камни Получают Одно Назначение Но Один Годится Для Угла А не Для Основания Другой Для Основания А не Для Угла Так Без Сомнений В теле Церкви Равным Образом И в нашем Теле Каждый Может Увидеть То же Самое Однако Один Член Терпит Другого И мы Не требуем Всего От каждого Из них Потому что Из совокупности Разнообразного Состоит И тело И здание И таким Образом Исполните Закон Христов Не сказал Исполняйте Но Восполняйте То есть Исполняйте Все Вместе Совокупными Силами Терпя Недостатки Один Другого Так Например Тот Вспывчив А ты Сонлив Сноси В таком Случае Его Бурные Порывы Чтобы И он Сносил Твою Вялость Таким Образом И он Не согрешит Когда Встретит Снисхождение К себе С твоей Стороны Да и ты Не погрешишь Раз брат Твой Терпит В тебе То Что Для него Тяжело Это Вот Два Я вижу У нас Валерий Сокольский И Игорь Добунов Один Спит А другой Вот так Итак Подавая Друг другу Руку помощи Когда угрожает Опасность Падения Исполняйте Закон Общими Силами Восполняя Каждые Недостатки Ближнего Своим Терпением Ближнего Своим Терпением Если же Не будете Так Поступать А всякий Станет Судить Дела Ближнего То Вы никогда Не достигнете Того Чего должны Достигать Подобно Тому Как и По отношению К телу Если кто Станет Требовать От всех Членов Одинакового Одинакового Служения Тело Ни в коем Случа Не устоит Так Так И между Братьями Произойдет Великая Вражда Если Мы От каждого Будем Требовать Всего Не Всего Требовать А долговестия Для всех Это И говорит Это Иоанн Златоус И вот Он Пеофан Затвор Не говорит А кто Такие Духовные Начинает Рассуждать Что Это Которые Такие Достигли А другой Все Наверное Нет Не подходит Это Значит Тем Которые В руководство Поставлены То есть Встал на молитву Все Зацветилось Он С экрана Считает Они Тоже Смотри Методом Пробы Рассуждения Роман Фроликов В этом Году На Пасху Метрополит Приезжал В Потеряевку Евтушенко Сергей Обычный Метрополит Сергей Приезжал На день Потеряевки Насколько Я знаю На Пасху У него Много Дел Как мне Кажется Кажется Да Роман Фроликов В прошлом Году Он был И на Пасху Тоже Судя По ролику Он был На день Потеряевки Был ли Он еще На Пасху Не знаю Елена На Пасху Не бывает Метрополитов Потеряевки Ксения Юрова Судя По комментариям У Игнатия Тихоновича Много Друзей Хотя И других Хватает Сергей Козлов Как всегда Мой Герой Приводит Обезоруживающие Факты Об Сергею Дудине И его Собратьям В комментариях Под роликом Кое-то означает И С тех Которые за него Вся свита Наталья Наталья Усатая Сила В Правде Русские Рустам Игнатий Тихонович Мир Вам Вот Евангелие Нас Христиан Учит Голову Христа Голову Христа Прятать От врагов И гонителей Тело И имущество Саму плоть Своё Я Можно Не жалеть Но Если враг Захочет Коснуться Головы Можно Не щадить Никого И ничего Ради Христа Я Так Понимаю Речь Ведется О своей Жизни Априории А не О жизни Своих Врагов Так Как Заповедь Не убей Нужно Соблюсти Плохо С одной Стороны Я Б Наоборот За голову Положил Миллиарды Голов А так Нужно Терпеть И страдать За Христа В прямом И переносном Смысе Слово Ну Миллиарды Думаю Ни один Не покушался Ни Гитлер Ни кто Это так Простоеет И скажет Не обдумывая Анастасия По сути И не обвинишь Юлию В неправильности Действий За это будут Отвечать Называющие Себя Православными Смешавшие Грехи Вседозволенность Политику Суеверие И прочее С церковью Потому что Люди Хотят Видеть Чистоту И святость А ее Днем С огнем В православии Не сыщешь Часто Это просто Будоражит Но ничего Нового Нет Израиль Избранный Священство Народ Ходил В капище Приносил Жертву Детей И так Далее И несмотря Ни на что Оставался Избранным Народом Неверность Наша Не уничтожает Верность Божию Но первый Вопрос Это Куда Идти После Иудаизма Никакие Протестанты Не блестят А уж После Исторической Церкви Идти Некуда Смотреть Ни на что Здесь Все На своих Местах Удивляясь И вдохновляясь Шелухи Много А порой Не шелухи А откровенные Гнили Но все Можно убрать Для себя Можно Отстать От всех И самому Себе Быть Церковью Во многом Становится Легче Никто Не перечит У меня Есть Такие Знакомые Кстати Все Три Женщины Никому Все Три Которые Знакомы Все Три Женщины Не Мужчины Никому Не принадлежат Ни с кем Не могут Соединиться Но Всех Любят И Сами Себе Причастия Преподают Что Уж Там Как Хорошо Подметил Поль Турне Есть Две Вещи Которые Нельзя Делать Водиночку Жениться И быть Христианином Кому То Принадлежать Нужно Юре Хочется Пожелать Искренности Перед Собой И Господом Верю Что Искренним Сердцам Всевышний Помогает В пути Сколько Час Семь Минут Больше Часа Конечно Семь Женщена Верю